МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс «Формула успеха» начал свой пятый юбилейный сезон. Идет активная подготовка участников конкурса к отборочным турам. Команда «Формула успеха» в свою очередь тоже готовится и ведет прием заявок. Первое выездное прослушивание состоится уже в начале ноября в Ачоре, а пермских музыкантов мы ждем 16 ноября по уже давно сложившейся традиции в хоровой капелле «Мальчиков». Мы продолжаем знакомить вас с музыкальными школами и школами искусств Перми и Пермского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале октября съемочная группа конкурса «Формула успеха» посетила детскую школу искусств города Оса. В этом замечательном учебном заведении созданы все условия для детского творчества. Большой популярностью пользуются уроки рисования. Недаром лауреат прошлого года в номинации живописи-рисунок Соня Коробейникова ученица именно этой школы. К своему творчеству девочка относится серьезно. Мы ходили на плене, рисовали гуашью, акварелью, простыми карандашами. Мне больше нравится рисовать гуашью. Педагог Соня Елена Сергеевна Полыгалова поделилась с нами планами на новый сезон. Задумки у нас вот с прошлого года уже, когда мы с Софьей, допустим, ездили на галоконцерт, очень нам все понравилось, мы в восторге были. После этого мы с ней разговаривали и уже даже немножко так определились с техникой исполнения и с тематикой. Пока раскрывать это не будем, но чтобы это как-то было интересно потом. Осинская музыкальная школа может похвастаться удивительным сотрудничеством с Московским театром «Новая опера». Основатель театра Евгений Владимирович Колобов однажды посетил школу с визитом и предложил ее руководству работать вместе. К сожалению, он ушел из жизни раньше, чем его идея воплотилась в жизнь, но инициатива была подхвачена его коллегами. Ежегодно на школьном педсовете выбирают лучшего ученика, который вместе со своим педагогом едет в Москву. Там он не только посещает спектакли «Новые оперы», но и занимается с лучшими музыкантами оркестра. Конечно же, помимо рисования, огромное значение уделяется урокам музыки. В любом обучении не обойтись без теории. Судя по тому, с каким интересом проходят уроки, за знания ребят можно не волноваться. В детскую школу искусств села Гомова нас пригласили на концерт, посвященный Международному дню музыки. Но для начала устроили экскурсию. Оказывается, еще в 1993 году школа занимала всего 300 квадратных метров. После 600 и только в 2003 году заняла целое помещение. И неудивительно, ведь каждый третий ребенок села Гомова и окрестных поселков – ученик этой школы. В школьном отделении хореографии работает детский ансамбль танца «Карамель», в котором любой желающий может заняться гимнастикой и научиться красиво двигаться. Внутри меня росточек растет. Очень положено. И ползет поясничкой. Поясничкой. Музыкальное направление представлено народными инструментами и фортепианным отделением. Одно из самых молодых направлений – художественное. Подробнее о школе нам рассказала директор Людмила Александровна Ташлыкова. Наша школа была организована в 1990 году. Мы в прошлом году отметили 21 год совершеннолетия, в этом году – 22. Мы сами всегда проводим мероприятия, посвященные Международному дню музыки. Выступаем, к нам приезжают. Но вот это мероприятие у нас впервые, когда весь свет, все сливки, победитель лауреатов у нас сегодня в нашей школе. Особенность сегодняшнего концерта состоит в том, что в нем наравне участвуют школьники, студенты и их педагоги. В этот день всех объединяет музыка. Кстати, один из учеников Гомовской школы искусств, Ваня Борохов, участвовал в первом сезоне конкурса «Формула успеха». Сегодня Иван уже студент второго курса Пермского музыкального колледжа. На этом мы расстаемся со школой и надеемся на то, что встретим ее учеников в новом сезоне нашего конкурса. Субтитры создавал DimaTorzok Октябрь – любимый месяц педагогов музыкальных школ. На его долю приходится и День Учителя, и Международный День Музыки. А получать заслуженные поздравления всегда приятно. Даже тому, кто, казалось бы, давно к ним привык. Я от всей души моих горячо любимых, многоуважаемых, бесценных коллег хочу поздравить с этим замечательным праздником. Потому что быть учителем – это огромный труд ума и сердца. Ольга Викторовна Каблова Более 30 лет возглавляла Детскую музыкальную школу номер 6. В ее копилке звание заслуженного работника культуры Российской Федерации и многочисленные награды за вклад в развитие музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения. Под ее руководством школа номер 6 стала одной из лучших в городе. В ней есть такие новинки, как классы музыкальной информатики, электрогитары и синтезатора, а также различные творческие коллективы – детский музыкальный театр «Орфей», коллективы эстрадных ансамблей «Вернисаж» и «Девчата». «Свой хор мальчиков». О том, как ей все это удается, расскажет сама Ольга Викторовна. Я закончила в 1963 году музыкальное училище и сразу по направлению приехала сюда на работу. И вот с 1963 года я до юбилея школы 50-летия работала. Получается 47 лет. Всегда говорят, педагог работает на будущее. И вот весь коллектив у меня всю жизнь работал на будущее. А будущее – это дети. У нас уже очень много традиций в школе. И традиции – дети, которые закончили, ну, есть, которые поступают, а многие приходят сюда и говорят, а можно еще поучиться, а можно в хор походить, а можно в ансамб скрипичный походить, а можно в театре. Творческий коллектив «Формулы успеха» от всей души присоединяется к поздравлениям и желает Ольге Викторовне успехов во всех ее педагогических начинаниях. А мы с нетерпением ждем ваших заявок на участие в конкурсе. Дополнительную информацию вы можете найти на официальном сайте проекта tvformula.ru Творческий коллектив «Формулы успеха» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова